Дом, в котором живет Бог. В прошлый раз мы говорили о том, что такое молитва. Мы сказали, что молитва – это наш способ общения с Богом. Давайте сегодня поговорим о том, зачем же мы все-таки молимся Богу. И прежде чем мы перейдем к этой теме, давайте попытаемся узнать, кого мы называем Богом и почему. Когда я был маленьким ребенком, я очень часто представлял себе, как выглядит на самом деле Бог. Для меня это было загадкой. Мне казалось, что это такой седовласый старик, который сидит на своем троне. Это трон, это облако его, которое находится где-то там, на небесах, высоко-высоко от земли. И с этого своего облака он посылает на небо то дождь, то снег, то гром, то молнии и так далее. И этот образ для меня был очень привычен. Он был настолько привычен, что я был очень удивлен, когда узнал, что ошибался. И не мудрено здесь ошибиться. Ведь это очень сложный вопрос. Вопрос о том, кто такой Бог. Поэтому, когда мы пробуем на него ответить, я думаю, что здесь лучше, конечно, нам не фантазировать, а посмотреть, как учит о Боге православная церковь. Прежде всего, церковь понимает Бога как самую высшую, самую главную личность, у которой очень много разных имен. Вот некоторые из них. Давайте их перечислим. Творец. Добро. Любовь. Бога называют премудростью. Или светом. Также у Бога много необычных свойств. Например, вечность. Всеведение. Или вездесущее. А также святость. Или всемогущество. И многие другие. Но все они все же показывают нам только маленькую часть целого Бога. Лишь одну его сторону. И мне кажется, друзья, что в нашем мире не найдется таких слов, которые могли бы описать его полностью. Но, быть может, слова для этого вовсе и не нужны. Я здесь поясню. Представьте, что, например, вы знаете мальчика Колю или девочку Свету. Вы живете с ними в одном дворе. Вы с ними учитесь в одном классе, в одной школе. Часто ходите гулять или на каток, кататься на велосипеде, куда угодно. В общем, вы общаетесь друг с другом. И, конечно, когда вас спросят, знаешь ли ты Колю или знаешь ли ты Свету, то вы ответите, ну, конечно, знаю. Это мои друзья. Мы с ними в одном классе. И мы с ними постоянно гуляем и так далее. Так же и с Богом. Чем чаще мы с ним общаемся в молитве, тем больше узнаем его. Узнаем его ответ на наши просьбы. Его заботу о нас и наших близких. Мы узнаем его еще и потому, что мы чувствуем его присутствие в нашей жизни каждые мгновения. И это знание, мне кажется, что оно даже не умом. Но мы узнаем его не словами, мы чувствуем его сердцем. Вот как ребенок, например, чувствует свою маму. Но мы немного увлеклись, я думаю. Помните, я упомянул одно имя, которым мы часто называем Бога? Любовь. И, пожалуй, это самое главное, что связывает его с нами, с людьми. А вы знаете, что такое любовь? И пока вы думаете, я вам расскажу немного о жизни растений. Вы ведь в курсе, что цветы появляются из цветочных семян? И вот когда такое маленькое семечко после долгого-долгого путешествия попадает в землю, оно дает росток. Но при этом, что оно само делает? Умирает. И только после того, как семечко умрет, на этом месте сможет вырасти новый прекрасный цветок. Вот именно это и есть главное в любви. Жертвенность. Когда мы можем пожертвовать даже собой, любимым, ради близкого человека. И мы знаем высочайший пример такой любви. Это любовь Бога к нам. Как Он это нам показал? Он послал на землю своего сына, единственного сына, чтобы тот принял смерть ради всех людей. Итак, когда мы хотим понять, кем прежде всего для нас является Бог, вспомним то, что Он сделал ради людей. Бог есть любовь – свидетельство этого – жертва Христова ради людей. Друзья, вы когда-нибудь задумывались, почему мы называемся христианами? Не потому ли, что каждый христианин всей своей жизнью и делами должен подражать Христу? В чем? Ну, например. Например, в любви к людям. В делу недобра. В соблюдении заповедей. И, наконец, в молитве. Пример такой молитвы оставил нам сам Христос. И буквально вчера мы в нашей передаче слышали ее. Давайте повторим. Отче наш, иже и си на небесех, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яку на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долгий наш, яку же и мы оставляем должником нашим. И не веди на свое искушение, но избави нас от лукавого. Это молитва Господня. Ее пример, как я уже сказал, дал нам Сам Спаситель. И следуя Ему, мы как бы приглашаем Бога в свою жизнь, в свое сердце, чтобы всегда быть с Ним в общении. Итак, друзья, можно сказать, что цель молитвы это соединение с Богом, выражение нашей к Нему любви и благодарности. Не скрою, друзья, что почти у каждого из нас бывает такое время, когда совсем не хочется молиться, не хватает сил, времени, нет сосредоточенности или просто лень. И знаете ли, здесь есть своя закономерность. Чем реже мы обращаемся к Богу, тем чаще это случается, и тем тяжелее нам молиться. Что же делать? Ответом на этот вопрос будут слова нашего Спасителя. О том, что Царство Небесное силою берется, и употребляющее усилие входит в Него. Это означает, что приближение к Богу, приближение к Его Царству на самом деле задача не из легких и требует определенных усилий над собой. Вот, например, спортсмен, который упорно тренируется, в итоге достигнет высоких результатов. Также и человек, который так же долго и упорно стремится к Богу через всевозможные препятствия, через собственную лень, он однажды почувствует, радость встречи с Богом и награды за труды. И, как мне кажется, это очень честно, ведь кто не трудится, тот и не радуется плодам своего труда. Поэтому, когда уж очень не хочется идти в церковь, особенно утром воскресенья, когда так неохота становиться дома на вечернюю молитву, хорошо бы вспомнить эти слова Христа. Они ведь и к нам обращены. Царство Небесное силою берется и употребляющие усилия восхищают его. Ну вот, друзья, мы незаметно подошли к концу нашей сегодняшней передачи. Напоминаю вам, что мы встретимся завтра, в то же самое время. С вами был я, диакон Сергий Борицкий. Удачи вам и храни вас Бог! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...